всем привет сегодня мы начинаем с вами новую рубрику проверь себя будем проверять как мы используем термины терминологию физической культуры упражнений и так далее но времени у нас как всегда мало вперед вперед к знания наука о спорте и физических упражнениях это научное изучение факторов влияющих на способность выполнять физические упражнения важно отметить что термины и номенклатура используемые для описания упражнений должны соответствовать системе си тем не менее на протяжении десятилетий продолжаются дискуссии о неправильном и использование терминологии в спорте и физических упражнениях существует огромное количество терминов которые неправильно используются сегодня мы разберем некоторые и вот первый термин изометрическое мышечное сокращение ну и возникает вопрос можно ли так говорить использовать термин изометрическое мышечное сокращение неправильно термин сокращение означает сжатие уменьшение сужение а при изометрической активности движение нет как же правильно нужно говорить изометрическое мышечное действие является естественно предпочтительным вариантом следующие два термина масса или вес тела какой из них использовать когда мы говорим про похудение давайте разбираться и так масса это количество вещества в теле единицей в которой это количество измеряется и выражается является килограмма вес эта сила возникающая в результате действия гравитационного поля на массу она выражается в единице ньютон поэтому каждый раз когда мы говорим о похудении а наборе необходимо использовать масса тела следующий термин к лори я и так с 1950 года когда образовалась международная система си джоуль стал единственный определенной единицы энергии в системе си и с этого года термин калория запрещается использовать в любом контексте упоминание энергии следующий термин который мы рассмотрим это нагрузка мы с вами видим вот международные рекомендации обычно нагрузка выражается в проценте от одного повторного максимума в килограммах но и возникает вопрос правильно ли это нагрузка это механическая переменная который при правильном использовании описывает силу и следовательно должна сопровождаться производные единицы си то бишь ньютона который имеет символ н на нагрузка представленная в любой другой единице включая произвольные единицы не верна и не соответствует принципам науки и системы си часто мы встречаем такое словочитание как рабочая нагрузка можно ли это словочитание использовать спорте на самом деле это словосочетание состоит из двух слов работа и понятно нагрузка и так термин работа происходит от идеи о том что была совершена механическая работа и рассчитывается на как произведение расстояния на которой действует силы единицы работы в системе си является джоуль ее нельзя выражать ни в каких других единицах кроме джоулей исследование которые представляют работу в единицах отличных от джоули просто неверные и не соответствует принципам науки или системы си более того винтер предположил что компонент сама нагрузка в этом термин и относится к сопротивлению испытываю ему во время выполнения работы и следовательно его следует называть силой который имеет производную единицу в системе си опять ньютон соответственно научно использование термина рабочая нагрузка совершенно бессмысленно и должно быть изгнано из лексики физических упражнений и соответственно тренера давайте с вами рассмотрим один интересный пример вот вам очередные консенсусные рекомендации для тренера и здесь написано внешние тренировочные нагрузки являются объективными показателями работы выполняемые спортсменами во время тренировки или соревнования и оцениваются независимо от внутренних нагрузок общие меры внешней нагрузки включают выходной мощность скорость ускорение анализ времени и движения параметры глобальной системы позиционирования через gps и параметры полученные с помощью акселерометра мы с вами видим что в этом консенсусном заявлении содержится ряд ошибок во первых авторы явно используют термин рабочая нагрузка во вторых авторы заявляют что внешние тренировочные нагрузки являются объективным показателем выполнением работы тем не менее ни один из приведенных примеров например выходная мощность скорость не является объективным показателем который позволил бы получить выходные данные измеренные в джоулях фактически выходная мощность один из приведенных примеров это мера скорости выполнения работы измеряемых джоулях в секунду и иначе определяемая в производных единицах си как ватт на самом деле ошибки совершаются не только в тексте но и прям в названиях статей и исследований видите огромное количество статей содержит вот этот непонятный термин рабочая нагрузка давайте с вами поговорим об уместности использования термина интенсивность спорте или фитнесе на самом деле слово именно интенсивность адаптировать и предложил это адаптацию для спорта и фитнеса knutgen до этого термин интенсивность признан сину не имеет универсального определения он выражается как вот мощность света на скорость света однако основное и установлен использование термина естественно люминесценция для количественной оценки яркости света единицы является кандела она вот равна излучению одной свечи хотя упражнение можно было воспринимать как скорость движения в пространстве то есть вот именно эта мощность на скорость на на метры может быть это не допускал бы применение данного термина к изометрической активности понятно да или скалярные скорости под скалярные скорости ученые подразумевает скорость которая равна нулю а именно например бег на 400 метров или плавание в бассейне когда спортсмен возвращается в одну и ту же точку для адаптации этого термина к физической культуре было предложено следующее интенсивность может быть универсально применимо ко всем ситуациям и множеству дисциплин и может быть выражена в абсолютных или относительных единицах кроме того интенсивность может быть количественно выражена во внутренних или внешних конструкциях разница в измерении между внутренней и внешней интенсивности упражнений заключается в единицах измерения используемых для количественной оценки интенсивности например при беге или плавание скорость движения может быть выражена абсолютной внешней интенсивности упражнений который измеряется в единицах измерения производных от системы си в метрах в секунду мощность ватах ускорение соответственно метрах в секунду и силы в ньютонах также является потенциально полезным выражением абсолютной внешней интенсивности упражнений в таких видах спорта как езда на велосипеде или гребли измерение абсолютной внутренней интенсивности упражнений включают физиологические реакции такие как потребление кислорода мпк выраженные в литрах в минуту или чсс измеряемые в ударах в минуту также интенсивность может быть выражена относительным образом например субъективным рп или процентным соотношением максимумов которые могут быть описаны в таких категорий как низкая средняя или высокая также можно применять весовые коэффициенты к интенсивности упражнений в конце фильма хотелось бы привести основную терминологию которую следует использовать при мониторинге и назначении упражнений и и вы изучите самостоятельно какие-то если вам фильм понравился и вы хотите чтобы такая рубрика на канале существовало напишите в комментариях да мы хотим такую рубрику и соответственно мы ее будем продолжать ну если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока